итак ребята привет сегодня я вам покажу и расскажу то что мы сегодня накопали накопали очень много слет у нас получился спонтанный все приехали те кого я знаю с кем копал много людей которые ну смотрели меня многие учились у меня и мы все приехали на одну деревню пошурфить случайно аж было себе 7 машин ребята находок зашквар сенсация ребята вас обязательно ждет вы офигеете что мы сегодня подняли медали серебро медь царская совет это банально но есть такая изюминка вы просто будьте в шоке парень поднял приехал по как ко мне в гости пообщаться пошурфить на совместно мы шурфили один фундамент и вы знаете ему фортануло так что ему потом пришлось ехать в магазин который находится в 20 километрах по полям и ему пришлось проставляться да ребята проставляться пришлось не по-детски находка просто бомба ребята просто просто бомба так что смотрим будет несколько частей итак ребят всем привет мы сегодня отправились на продолжение шурфа который я закончил на прошлом видеосюжете он как бы начатый разработанный всего третья часть как вы видели я нашел 4 подряд пятака 45 40 46 31 ну и были мелочевка в общем приехали пока с рустиком и вдвоем парни подъедут чуть позже 1 делегация вечером вторая делегация утром в общем мы приехали на это место в этих кустах и тут конкуренты ребята тут конкуренты и угадайте кто мои знакомые живут в соседнем доме практически представляете тут михалыч тот самый которого вы называете бульдозер человек в возрасте а он хреначит как бульдозер чуть позже может быть когда он придет появится я у него заберу щуп потому что на прошлом фундаменте на прошлом копе у нас было я не знаю сумасшедший выход блять невообразим ниву утопили блять рустик ключи от своей на марке потерял мне серёга крыло там что-то замял что-то такое блин в общем ужас что у нас на прошлом копе было ну я сейчас вернусь сюда вот советики копать советики да ребят будут советики сейчас он камрад поднял 24 трешечку это достойная большая крупная монета ну и она нормально стоит мы пришли сегодня погода ужасная как вы видите пасмурная не дай бог начнется дождь и моя пуза терочка она нихрена не проедет у кинга смотрите там вкусняшка такая здоровый здоровый да рустик подогнал босявый подгон и он сегодня будет целый день жевать этот масок лучше маслы чем камни в общем ребята вот такая вот у нас погода вот в таких местах мы будем копать надеюсь находки будут сразу бухать ребята не будем русик сказал мы завязали после того как мы откопали сегодня женька еще подъедет долгов потом серёга татьяна в общем классно поехали итак ребята повод заснять у рустика монеты было и вот у камрада это повод ребята начну видео сюжет именно с царского серебра 10 копеек 1912 год спб сохран просто шедевральный до этого у тебя был пятачок да нет трешка пятак пятак 29 до 28 вот именно серебром царским мы начинаем сегодняшний коп так дули вода не смотри хочу это даже импортная ребят импортная богато жили значит но бухали здесь жутко ребята народ здесь бухали вообще же дом огромный ребят смотрите какой объем работы надо делать вот это все вот это все вот это все ребята кто здесь начинал в этом углу я поднял четыре пятака на прошлом видео вот здесь кухня короче здесь ребята побаловались поковырялись и свалили но засыпка здесь глубокая так что у рустика уже две монеты да вот красавчик десятку него и трешка я пока ребят на нулях ну я думаю оправдаю ваше доверие у меня сегодня будет очень-очень много монет на это надеюсь потому что вот эту часть вот эту часть нужно шурпить чего ты там угораешь это будет у меня всегда так на шурфах я чемпион блять рубас заказал да рустик на прошлом копе ребята поднял и сейчас скажу мужики лось он за хаты я ребят рустик только трахнул а я увидел круга это медаль какая-то серебро только видно это за ту боевые забы так за боевые заслуги а ты не хотел а ты не хотел ко мне на фундамент мы будем хозяев хозяина искать и будем вручать скоро приедет у нас евген я вам еще кое-что при как покажу что он привез там вообще бомба тоже на этой деревне откопал ну а так будем продолжать рустик говорит я с удовольствием такую медаль купил бы ай черт сказал уже что медаль ну какая вы будете в шоке и просто охренеете потому что такая медаль даже вы на просторах интернетов я никогда не видел ладно продолжаем итак ребят наконец-то и у меня находка наконец-то у меня пошли монеты это 20 копеек рамочник ой рамочник щитовик ёпты 32 год русик угарает мне посмотри глобус блин какой нахрен глобус прикопанный монете тут кое-как номинал то разглядишь епты а он меридианы посмотри блять русик даже сам угорает ну камрада только что царская двушка была у рустика еще там была монетка а вот у меня вот первая монета но это ребята первое но они последние точно кинг он там видите дурачится king прекращая дурачиться вове только стоит мне его поругать все становится как шелухой только я внимание от него устраняю все он ведь и вниманию от него убрал он опять ее взял вот наш чемпион ладно ну что ребят очередная монета и эту нас снова щитовик но номиналом ниже 15 копеек 15 копеек 30 да ладно по моим 34 с не ошибаюсь тридцать четвертый по моему ведь машина едет мы еще несколько камрадов ждем сюда че-то где-то машинка ей а он там где-то что-то прямо рядышком машины а там трактор вот так вот ребят пятнашка по моему 34 она дорогая плата продолжаем пингволь когда устанешь когда устанешь мне помогать фундамент засыпать а когда вот надо что искать вот чуешь чем пахнет медный никелевый сплав вот ищи 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 мне монетки и так ребят находку камрада но камрад то у нас смотрите кто михалыч передавай всем привет узнаете представляете 150 километров от дома и мы встретили здесь и у него выпал сигнал и что вы думаете михалыч может выкопать ну конечно же ребята ну конечно же сегодняшний шедевр долл от я думал пятак какой николаевский а это пятак масонский охренеть вот это до 5 копеек масло ой полен михалыч рукожопой блин как так михалыч сейчас сотру не такой металл не сотрешь год 1830 какой-то 30 какой-то масонский в принципе бодрый ребята хочу сказать здесь в середине всегда как бы получается затертая абсолютно практически на всех монетах но с другой стороны пятачок неплохой неплохой а как я хотел сюда встать я вон оттуда вон перебежал сюда думаю он там на разработать и вот был бы мой пятак масонский ребят это как пиздать но михалыч фартовый ешкин кот он знает куда ткнуться не пойдет зачет чё михалыч находки есть они вот это единственный на неплох неплох красавчик помните этого человека никто не не верил что он за сезон столько копает сколько я обзор делал в гостях у камрада многие не верю какое количество он копает находок копает он как трактор так что ладно зачетно кто-то говорил здесь советики одни сергей наумов вот тебе и масонский пятак красота ковыряем дальше ну что ребят шурф у нас продолжается уже вот такой вот объем михалыч это все закончил пятак масонский достал и довольно все говорит я откопал но тут то не было как говорится блин вот здесь вот вышел очередной крупный и это у нас смотрите что ой 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 это у нас пятак 1870-го я-то думал николай обычный а тут александр ну цена на пятаки в основном идут от 900 рублей так что я считаю что находка она того стоит чтобы покопать 900 рублей если продаст шурф уже у нее не напрасно вот так вот king watch и надо искать медь медь да не грозит и медь надо искать вот нюхай ищи 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 вот он уже он уже серебро подымал в лесу копал блин и серебряную цепочку откопал прям девчонки на видео сняли кстати я вам сейчас это все и прикреплю ну пожалуйста вот эта собака кладоискателя просто мы находимся в лесу вот он рыл ямку вот копал и вырыл пожалуйста мы не знаем конечно серебряное ну или нет но откуда он это взял непонятно кингуш посмотри у нас весь грязный вот пожалуйста александр ну вот видно что это ваша собака он просто тупо нарыл цепочку иди отдай ты же должен отдавать это танец ну вот в общем нашел цепочку покажи тут право вообще как это может быть кинг молодец кингуха первое место самара ламп кинг заводчик и владелец александров город самара да копатель собака кладоискателя серебро поднял ну ладно у нас пока вот такалики медные так прямом эфире чем найдем бухарский диргем здесь полно их ну ладно ждем монету очередную ну что ребят на фундаменте я остался один с фонарем он там где-то в темноте king глаза видно king где-то там я уже отчаялся одни пробки одни пробки и очередной сигнал думал пробочный но оказалось это монета думал совет а тут смотрите что тогда это 10 копеек серебро 25 год зачетно до этого была пятнашка 46 я не снимал так что так вот неплохо неплохо серебряным почином меня два пацана бухают и другие раз два три и еще четверо ходит по верхам темнота несусветная а мы ходим копаем кто-то наверное подумает не хватает вам дневного света ребят при дневном свете мы работаем в ночное время мы получаем удовольствие от хобби вот так вот ладно зачет и так ребят сижу а king слышите рычит он смотрите глаза видите вот у и страшилка идет страшилка охраняет меня king у меня находка 5 копеек 5 копеек 5 копеек год не знаю 40 что и скорее всего ну такая монетка или 43 не знаю не знаю не знаю 46 или 43 такая монетка кингуль ты меня охраняешь да мой мальчик охраняешь да ты молодец ты мой охранник молодец ладно идем дальше продолжаем рустика жил костер ждет а пацаны все ходит интересно надолго и хватит видите фонари там кругом пойдет итак ребята доброе утро все проснулись но на удивление я самый последний встал рискингом мы ночью периодически вставали смотрели что у нас творится в лагере то один шатается то 2 то 3 в общем периодически вскакивали смотрели что тут у нас как но проснулись сегодня впервые такую у нас на практике мы спали как слоны выспались достаточно хорошо нормально пацаны отправились на фундаменты в лагере мы находимся сейчас втроем вот кто-то немножко лечится кто-то немножко переговаривается сообщается семьей что все хорошо кинг блин в общем классно классно вчера откопали судя потому что вы видали на своих экранах несколько закладных этапе так масонский это точно закладной потому что в этом доме не могло быть жизни именно в эти года то есть середина 8 19 века вот все находки советские это означает что ребята это закладные также закладной был 1870 года несколько цариков выпали на не чисто случайный наверное и сколько у нас несколько серебрушка и на этом все ребят но в целом достойно достойно откопали считая то что это фундамент уже давно давно кем-то начатый кем-то уже разрабатывался мы просто его продолжили вот сейчас наверно с рустиком пойдем искать новый какой-нибудь фундамент хотя новых не разработанных нетронутых здесь нету все какой-то мере подолбили к сожалению на прошлом копия щуп потерял не знаю где-то воткнул и забыл уехали так что будем работать без щупов каким способом я паспас как раньше делал делаю пробные копки со всего фундамента и смотрю по засыпки насколько глубоко он уходит то есть это вам на заметку если работаете без щупа нужно делать пробные копки заодно смотрите на сопутку на засыпку на какой глубине и так вот нужно делать наверное 45 копков чтобы узнать какие пределы фундамента ну и все все размял я свои голосовые связочки потому что после того как копейку попью доширака заварили вчера мясо куча осталось ребят же сколько мяса осталось вот не доели все хорошо болтать идем копать находки делаю 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 перевод Субтитры создавал DimaTorzok